Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Ему за это! Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Текст Священного Писания, читай Иоанна, 20 глава, с 26 стиха. Иоанна, 20 глава, с 26 стиха. «После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим!» Фома сказал Ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Я верю, что для христиан пасхальные дни – это особые дни радости и торжества. Мы радуемся тому, что Господь подарил нам спасение, и в Нем мы торжествуем, потому что мы искуплены от нашей греховной жизни. Мы радуемся тому, что мы вместе можем поклоняться нашему воскресшему Спасителю и нести о Нем весть людям, которые еще не знают Его. Я сегодня радуюсь тому, что участвуют дети в этом служении. Это действительно особая радость и особое чувство, наполняющее сердце. Думаю, что брат Сергей, назвав этот хор ангельским хором, не ошибся. Мы не можем по-другому объяснить вот того великолепия, которое сегодня изливается из уст наших детей. Лишь только одна причина, что Господь наполняет их сердца. Я так для себя отмечаю, когда что-то не получается взрослых, а весь зал как-то сопереживает, ну, немножечко опускаем голову, волнуемся. Когда что-то не получается в детей, мы улыбаемся, радуемся и говорим о том, что, ну, видим эти старания и понимаем, что перед ними жизнь. И точно та их смелость, которая не выходит наперед, участвуя в этом служении, говорит об одном. Эти детские сердца несут весть о воскресшем Господе. Мне очень бы хотелось, чтобы в этот вечер мы могли вместе с этим прекрасным хором, с детьми, которые сегодня находятся здесь, в Доме молитвы, поблагодарить нашего Небесного Отца за то, что Он совершает величайшее на этой земле. Друзья дорогие, смысл воскресения отображается в людях, которые обрели радость спасения. Смысл воскресения сегодня провозглашает свет на этой земле. Я понимаю одно, если бы Христос не воскрес, если бы силы тьмы и ада восторжествовали, сегодня не было бы жизни на этой земле, грех бы давно уничтожил землю и все человечество на ней. Но благодарение Господу, который воскрес ради нашего оправдания, победивший смерть и ад, сегодня дает эту прекрасную жизнь на земле. Наверное, трудно осознать или ощутить всю тяжесть греха, тяжесть жизни под гнетом греха людей, которые не познали Господа. Мы действительно счастливые люди, счастливые наши дети, потому что они знают Господа. Сегодня это действительно большущая привилегия в нашей жизни, когда наши дети поклоняются Господу здесь, в этом доме молитвы. Я думаю, что сегодня никто не оспорит тот факт, что дети прекрасно участвуют на нашем родном языке. Друзья, дорогие, это благословение. Это благословение и милость нашего Господа. Я хочу сказать, что сегодня в Портненде четыре американских церкви отменили служение. У них другое предложение возникло – это сделать фотосессии в этих церквях и с зайчиками. В каждой церкви свой цвет зайца и приглашены люди, чтобы там провести это время. Друзья, дорогие, это можно воспринять как просто информацию. С другой стороны, это потрясающее, что происходит сегодня на этой земле. В те моменты, когда камень отвален от гробницы и Христа нет там среди мертвых, сегодня люди тащат этот камень обратно к гробнице. Сегодня они закрывают выход. Сегодня они пытаются что-то предложить, называя это свободным выбором жизни на этой земле. Мы читаем это уникальное слово, когда Фома, который поставил одно из условий перед учениками, что о воскрешеншем поверить лишь только тогда, когда прикоснется к нему. Сегодня он провозглашает и говорит «Господь мой и Бог мой». Дорогой брат, дорогая сестра, это провозглашение потрясает мир. Фома признает его господином своей жизни. Я хочу, чтобы этот текст Священного Писания был девизом моей жизни. Каждое мгновение, а где бы я ни находился, чтобы это было провозглашение через мою жизнь. «Господь мой и Бог мой». По-разному люди воспринимают сегодня весь о воскрешенном Господе. По-разному празднуют, по-разному отмечают или вообще никак не реагируют в сознании человека. Но я хочу сказать, что для нас, верующих людей, это особо радостный и трепетный день нашей жизни. Он воскрес. Поистине, ангелы задают вопрос, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Как часто люди продолжают в религиозном своем направлении искать воскресшего среди мертвых. Как часто люди сегодня, соприкасаясь в жизни, с определенной трудностью говорят, кто отвалит камень нам, мы не можем ничего поделать в нашей жизни. А воскреший говорит, камень отвален. Я здесь, среди вас, в вашей жизни. Когда мы читаем повествование о воскресении Господа Иисуса Христа, который описывает события того времени, евангелисты в разном разрезе показывают отношения людей или отношения учеников. И мы читаем в этих повествованиях разное восприятие людей, которые знали Господа, которые были с Ним, которые видели чудеса, которые Он совершал, которые знали Писание о Нем. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 24 глава, в 11 стихе там описано, как женщины, придя от гроба, возвещают ученикам о том, что нет Христа во гробе. То, о чем им сказал ангел. Помните ответ учеников или их реакции? И показались им слова их пустыми и не поверили им. Друзья, дорогие, парадоксально, но не поверили. Весть, которая пришла в сердце учеников, потрясенных этой трагедией, пустыми слова показались им. Друзья, дорогие, в следующий момент, когда мы читаем Иоанна, 20 глава, 14 стих, Мария написана, стояла у гроба и плакала. Это потрясение она по-особому переживала в своей жизни. Подходит Иисус, и написано, и она не узнала Его. Потрясающее горе, вызывающие слезы на ее глазах, побудила или, скажем, закрыла в этот момент узнать Господа и Спасителя. Евангелие из Лука, 24 глава, 21 стих, пишет так, что двое учеников шли по дороге в Эмаус. Идут опечаленные, разбитые горем. Там есть один из моментов, где Священное Писание говорит, и это их слова, Христу, который присоединился к ним, и они снова не узнали Его. Они говорят одну фразу, а мы надеялись было. В этих учеников было свое представление о тех событиях, которые произошли. Они знали Христа, они видели Его силу, Его могущество, а они надеялись было, что Он свергнет власть порабощения. Он займет место как царь. А мы надеялись было, в них было совсем другое представление, чем такой исход, который они увидели там на Голгофе. Друзья дорогие, и, наконец, Фома, о котором мы прочитали, человек, который не был с учениками, который слышал о том, что нет в огробе Спасителя, но у него есть своя точка зрения или свое на сердце. «Пока не увижу, пока не прикоснусь, пока не вложу свои персты, не поверю». Мне кажется, что-то подобное мы переживаем в нашей жизни. Не правда ли, братья и сестры? Очень часто, когда мы слышим весь о воскрешене, мы понимаем, что сила Его воскресения – это наша жизнь, наше дыхание, наша победа на этой земле, это наше освобождение от рабства и грехов. И порой, когда приходят трудности, читая Священное Писание, иногда кажется, да пусто все это, пустой звук. Трудность не решается в моей жизни. Те моменты, которые трагически влияют на нас, переживая что-то в своей жизни, порой угошают эту веру, как некогда учеников, и кажется, ну что-то не это происходит, а мы надеялись, было, у нас был свой план, или, скажем, мы видим свой выход из той или другой ситуации. А воскресший рядом, он наполняет собой. А воскресший в самой гуще наших событий с вами, потому что он разделяет и радость, и горе. Он всегда рядом, он готов помочь, но не на наших условиях. Вы знаете, для меня очень приятный, радостный вот этот текст Священного Писания, который говорит о встрече учеников со Христом, который присоединился к ним, который начал им излагать Писание. И там снова-таки есть одна деталь, поражающая мое сердце. Написано, что он начал изъяснять Писание от Моисея и заканчивает событиями своей жизни на этой земле. Казалось бы, Господи, ну зачем от Моисея? Зачем так далеко, где-то в ветхозаветнее время? А Христос показывает все могущество, силу и власть свою на этой земле через события из жизни людей, которые доверялись Богу. Он им говорит, посмотрите в Писание, посмотрите, послушайте. Я хочу вам сказать это слово. И там уникальный момент. Написано, когда они прослушали все это, когда они вслушали слова Христа, открылись глаза, их и они узнали Иисуса. Я хочу сегодня сказать, дорогие друзья, для нас верующих людей, воскреший предлагает себя и свое слово. Он предлагает, чтобы мы могли, вникая в это слово, слышать его голос, он объясняет или начинает изъяснять Писание от первой страницы этой святой книги Библии, с тем, чтобы мы могли видеть его присутствие в нашей жизни. И не только в дни радости, торжества, великолепия, успеха в работе, в учебе, в бизнесе, но видеть его присутствие в различных обстоятельствах нашей жизни, когда действительно тяжело. Мне очень бы хотелось сегодня предложить, чтобы мы могли понимать, что когда очень трудно, когда впереди Красное море, и его нельзя преодолеть чисто физически, чтобы мы могли возвратиться к Моисею и читать о нем, и тогда мы вместе с ним будем разверзать это Красное море и сможем по суше пройти мимо. Когда у нас какие-то финансовые трудности, когда кажется безысходность нашей жизни, друзья дорогие, надо читать слово, или давайте будем вновь читать слово о нашем воскресшем Господе, о том, что Он совершал в жизни людей на этой земле, и мы вместе с евреями будем каждый день собирать эту манну неба, которую Бог дает тебе и мне совершенно бесплатно. Когда Голиаф возникает в нашей жизни, и нам кажется, победить нельзя, ломаются целые отряды воинов от страха, падают, убегают, а Голиаф стоит перед тобой или передо мной, друзья дорогие, воскреший говорит, «Читай о мне, читай слово», и тогда вместе с Давидом ты сможешь, наклонившись, поднять этот камень, вложить в свою пращу веры и поразить Голиафа. Это предлагает воскресший Господь, который говорит, «И сея с вами во все дни жизни до скончания века». Друзья дорогие, есть такой текст Священного Писания? Конечно, есть. Мы его читаем, мы радуемся. Это последние слова, которые говорит Христос, возносясь на небо. Он дает это обетование, «И сея с вами во все дни жизни до скончания века». А у меня возникает вопрос, Господь, а дальше? Закончится век, закончатся дни жизни на этой земле, а дальше? И любящий Господь, который был распят на Голговском кресте и сегодня воскресший, Он говорит, «А дальше ты со мною! Сегодня мое обетование, пока жизнь на этой земле, и сея с вами до скончания века, а дальше ты со мной, а дальше вы со мной в царстве моего Отца Небесного». Разве это не радость торжества? Разве это не ликование сердца? Вместе с воскресшим Господом мы сегодня имеем это уникальное или удивительное место там, на небесах. И Священное Писание говорит о том, что так необходимо сегодня иметь это доверие нашему Господу. Сегодня воскресший предлагает для каждого жителя этой земли, чтобы он мог вложить свои персты в его раны, прикоснуться верой, по крайней мере, захотеть или иметь это желание увидеть и поверить. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Книга Откровения, 1 глава, 17-18 стих. «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Друзья дорогие, это сила воскресшего Господа, который победил смерть и ад. И он говорит, то, что невозможно для человечества, то, что невозможно на этой земле, я совершил там, на Голгофе, и сегодня имею ключи ада и смерти. Сегодня он приглашает в свое царство, которое приготовил для своих возлюбленных, для тех, кто вместе с ним желает воскреснуть от этих греховных дел купования живому. И я хочу сегодня просить, пригласить всех нас, друзья дорогие, давайте откроем свое сердце. Его стук сегодня раздается в двери нашего сердца. Он сегодня с нежностью стучится, воскресший, любящий, наполняющий нашу жизнь тем, чтобы мы могли принять его господином своей жизни. Для Фомы это был потрясающий момент. Ему не надо, увидев Господа, ему не надо было влагать свои персты в его раны. Он просто говорит, Господь мой и Бог мой. Признать господином того, кто воскрес, это значит подчинить ему всю свою волю, подчинить все свое сознание, эмоции, чувства, свою жизнь. И тогда радость наполняет нашу повседневную жизнь. Друзья дорогие, признав Господа нашего воскресшего Господином своей жизни, это значит праздник семь дней в неделю. Это не просто от воскресения к воскресению. Это не просто от Пасхи к Пасхе или от Рождества к Рождеству. Это праздник семь дней в неделю. Это торжество победы над тем, что возникает в тебя на пути, потому что Он воскресший рядом с нами. Мое сегодня пожелание, чтобы Господь благословил всех нас в эти пасхальные дни. Друзья дорогие, сегодня заканчивается служение. Мы разойдемся домой. Начнется новая трудовая неделя. Вы знаете, есть один фактор, который влияет на человечество последнего времени. Заканчивается воскресное служение. Начинаются будничные дни. И, наверное, мы все замечаем, как мало мы приветствуем друг друга. Христос воскрес. Воистину воскрес. Обычное приветствие приходит снова в нашу жизнь. Я хочу пожелать, в эти дни мы будем праздновать воскресение нашего Господа. Пусть это приветствие будет не только приветствием друг друга, но провозглашением на этой земле, что жив наш Господь. Дьявол сегодня продолжает делать все, чтобы увлечь от Христа. Вы думаете, сегодня он не предлагает деньги, как тогда воинам, которые стерегли? И предлагает. Лишь бы ты только сказал, подумал, прочувствовал, лишь забыл о воскресшем. Разве сегодня он не побуждает вокруг нас людей отвергать Господа и говорить, все это неправда, он не воскрес. Ученики украли Иисуса. Друзья дорогие, еще раз хочу сказать. Сегодня враг души человеческой желает как можно побольше камень придвинуть к дверям нашего сердца. Давайте сегодня торжествовать в нашем Господе. Он скоро грядет за своей церковью. Его слова обетования в том, что он с нами до последнего дыхания на этой земле, и, конечно, до момента, когда закончится жизнь на этой земле. Но он грядет. Это его обетование. Это обетование нашего воскресшего Господа. Откровение. 1 глава, 8 стих. Я есть альфа и омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель. Пусть наши слова будут в эти пасхальные дни. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...